В Германии опять идёт охота на салафитов. Смотрите, в каких городах стоит быть осторожнее. Взрыв автобуса в Ереване. Есть погибшие. Полиция допускает версию теракта. В сложности бразильского импичмента. Смотрите, как именно пытаются отправить в отставку президента. От пустой головы ногам покоя нет. В Соединённых Штатах спасли спортсмена, который отправился в плавание в воздушном шарике. Сегодня утром немецкая полиция провела обыски в девяти домах и на предприятиях, связанных с салафитами в городе Бремени. В операции были также задействованы спецподразделения из Берлина и Гамбурга, а также земель Мекленбург, Переднее Померание и Шлезвик, Гольштейн. Пока неизвестно, были ли проведены аресты в результате операции. Салафизм, как правило, используется как обширный термин для обозначения экстремистских толкований сунистского ислама. Число салафитов в Германии неуклонно растёт в последние несколько лет и по недавним оценкам составляет около 8 тысяч человек. Но только несколько сотен из них считаются потенциально опасными или охотно едут воевать в Сирию и Ирак. В Ереване взорвался пассажирский автобус. Двое человек погибли, ещё семеро получили ранения, передаёт корреспондент Форбс с места происшествия. Взрыв в автобусе марки «Богдан» произошёл, когда он проезжал мимо жилого дома на северо-западе Еревана. Сила взрыва была настолько мощной, что часть крыши автобуса отлетела на 20 метров. Осколки разлетелись в радиусе 100 метров. В доме выбило стёкла. В автобусе находились 10 человек. Двое пассажиров погибли при взрыве. Семеро получили ранения. Все жертвы взрыва являются гражданами Армении. У пострадавших диагностированы ожоги, осколочные ранения и ушибы. Один человек отказался от госпитализации. Среди серьёзно раненых – несовершеннолетние и беременные. Состояние всех пострадавших оценивают как тяжёлое. Из них четверо в стабильно тяжёлом состоянии, а двое в крайне тяжёлом. Их прооперировали. Полиция допускает версию теракта. Зарваться могла заложенная бомба. Сегодня пройдёт первое заседание специальной комиссии по рассмотрению вопроса об импичменте президента Бразилии Диума Русеф. В комиссию входит 21 человек, преимущественно со стороны оппозиции. И сегодня начинается 10-дневный срок, в течение которого должен быть рассмотрен доклад. Бразильская оппозиция пытается добиться ухода президента, представив в Конгресс требования отставки Русеф. И запуска против неё – расследование по подозрению в причастности к налоговым нарушениям и использованию государственных средств для финансирования своего переизбрания. Нижняя палата парламента уже высказалась за отставку Русеф. После чего дело было направлено в Сенат. В администрации президента сообщили, что получили от всех политических сил имена кандидатов, которые войдут в состав специальной комиссии, что будет решать судьбу импичмента президента республики Диума Русеф в связи с её возможными нарушениями закона. По итогам голосования станет понятна судьба инициативы об импичменте. Если её поддержит 41 сенатор, то президента отстранят на 180 дней. В таком случае, по прошествии полугода, Сенат вновь рассмотрит вопрос, и только тогда судьба Русеф будет решена окончательно. Для её отстранения от власти потребуются голоса двух третий парламентарии. Парламент Германии вызовет отчитаться главу Европейского центрального банка. Марио Драги попросят объяснить низкие процентные ставки и экспансионистскую монетарную политику, проводимую регулятором. Встретя должна произойти после парламентских летних каникул, которые заканчиваются 5 сентября. После того, как в марте Европейский центральный банк урезал процентные ставки, немецкие политики стали критиковать регулятора. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле заявил, что Драги должен разделить вину за рост популистских партий, так как немцы теряют свои сбережения из-за политики банка. Вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Европейский центральный банк достиг предела в мерах стимулирования экономики. Он считает, что все свои решения там принимали только для того, чтобы выиграть время, а нулевые процентные ставки означают, что время у регулятора закончилось. Напомним, Европейский центральный банк решил оставить свои процентные ставки без изменения. Саудовская Аравия анонсировала масштабную перестройку своей экономики. В стране представлена программа Vision 2030, долгосрочный план трансформации экономики королевства на следующие 15 лет. Но главное, король Саудовской Аравии представил программу реформ, которая предусматривает снижение зависимости от нефти за счет развития ВПК и горнодобычи. Он представил программу экономических реформ, одной из целей которой является постепенный отказ от превалирования нефтяной промышленности. Программа реформ, утвержденная правительством, рассчитана на 15 лет. Мухаммед Бен Сальман, который возглавляет правительственный комитет по переориентации саудовской экономики, сообщил, что планируется передать около 5% акций государственной нефтяной компании в свободное обращение. За счет вырученных средств суверенный фонд благосостояния будет увеличен до 2 триллионов долларов. Эти средства пойдут на развитие городов, и распределять их будет совет директоров. Власти также намерены увеличить инвестиции в добычу полезных ископаемых и военную промышленность. В прошлом году Саудовская Аравия закупила вооружение на сумму свыше 87 миллиардов долларов. И теперь Эр-Риад создает государственный холдинг военной промышленности для последующего выхода на биржу, который начнет работу к концу 2017 года. И, помимо прочего, реформы будут направлены на борьбу с безработицей, усовершенствование жилого фонда, справедливое распределение субсидий, а также ослабление визового режима и правил выдачи видов на жительство. Из-за пустой головы ногам плохо. И уж точно не до скуки береговой охране Соединенных Штатов Америки. Спасателям пришлось прийти на помощь авантюристу, который довольно оригинальным способом решил добраться от побережья Флориды к Бермудам. Мужчина почему-то решил сделать это в воздушном шаре, который используют для водных аттракционов. Прекрасная идея. В результате его банально унесло течением в открытый океан. Мужчина по имени Реза Балучи не только проигнорировал просьбу спасателей не заниматься ерундой, но и не взял с собой даже мобильный телефон. Теперь ему грозит не только слава неудачника, но и штраф в 40 тысяч долларов. К слову, в прошлом Реза уже прославился как марафонец. Но после этого с позапрошлого года начал свои попытки добраться до Бермуд в надувном водном аттракционе. Аукцион Кристи в Лондоне представил самый большой голубой бриллиант, когда-либо выставлявшийся на аукционах. Оперхаймер Блю, как ожидается, станет главным объектом торгов в следующем месяце, когда эксперты закончат все подготовительные работы. За него рассчитывают получить десятки миллионов долларов. В тройке самых дорогих экспонатов, конечно, бриллиант Оперхаймер Блю. Больше 14 карат. Это ярчайший голубой бриллиант с потрясающими темными гранями, обравленные парой прекрасных оранжевых камней. А сама тема торгов, о которой объявили сегодня, вполне символична. Магия ювелирных украшений. Главный герой этой коллекции весит 14,62 карата. Его стартовая цена – порядка 40 миллионов долларов. Для сравнения, в прошлом году другой редкий бриллиант «Голубая луна» без проблем ушел с молотка за 48,5 миллионов. Пока же все в предвкушении открытия торгов 18 мая. 280 уникальных лотов, начиная с 19 века и заканчивая современными шедеврами. В тройке самых дорогих экспонатов, конечно, бриллианта Оперхаймер Блю. Больше 14 карат. Это ярчайший голубой бриллиант с потрясающими темными гранями, обрамленные парой прекрасных оранжевых камней. Морган Фриман пополнил свою внушительную коллекцию почетных наград. Заслуженный голливудский актер получил премию имени Чарли Чаплина. Ее уже в 43 раз вручило сообщество кинематографистов Центра Линкольна за выдающиеся заслуги в кино. Поздравить своего коллегу пришли бывшие товарищи по съемочной площадке Роберт Де Ниро, Дэнни Гловер и Хелен Мирон. Оскароносная актриса восторгалась работой Фримана. Его работа все это время – это что-то выдающееся. И факт остается фактом – он играет все лучше с каждым годом. Я уверена, он постоянно учится. И в этом магия Моргана. Сам 78-летний лауреат был гораздо скромнее. Я из маленького городка в маленьком штате. И когда думаешь, где ты оказался и оглядываешься назад, первое слово, которое приходит в голову – удача. Фриман вырос в штате Миссисипи. Слава пришла к нему уже в зрелые годы – в конце 80-х. После фильмов «Шофер Мисс Дейзи» и, собственно, «Слава». Свой первый Оскар он получил в 2005-м. За роль в фильме «Малышка на миллион» Клинта Иствуда. В Сочи прошел второй международный фестиваль неудачных татуировок. Никому неизвестные мастера получили возможность ничего не менять в своей жизни и испортить тело новым безрассудным моделям. Поэтому большинство татуировок наносилось в полутьме и в местах, которые точно будут скрыты под одеждой. Это как мое хобби, скажем так, то, что мне нравится. Это то, что меня самоудовлетворяет, скажем так. То есть с каждой татуировкой я удовлетворяюсь в свои потребности, и мне это нравится. Выбор рисунков довольно необычный для региона, знаменитого своими куполами. Клинт Иствуд, неровный цветок и даже чебурашка. Сами неизвестные мастера говорят, что победу в состязании не главное, в отличие от умения вовремя уехать. Узнавать что-то новое, что для себя, да, вот для себя я приобретаю опыт, знакомлюсь с новыми мастерами. Новые о себе узнали за эти три дня и модели. Для многих из них тату – это не только символ, но и попытка зарисовать предыдущий неудачный рисунок. Ой, татуировки я делала много где-то. У меня есть мастера из России, из Украины, из Белоруссии. То есть на мне 21 мастер. То есть я такой, можно сказать, коллекционер. Состязания мастеров тату проходили в 16 номинациях, но поскольку самих мастеров и моделей было меньше, победители часто повторялись. А завершили праздник парадом голых женщин, которые сэкономили на одежде за счет краски. Зрители это сразу поняли, поэтому неистово аплодировали с первых секунд. Организация фестиваля Казбек.